На тихих берегах Москвы, церквей, венчанной крестами, Сияют ветхие главы над монастырскими стенами. Кругом простерлись по холмам вовек нерубленные рощи, И сдавно почивают там угодника святые мощи. Это Александр Сергеевич Пушкин так писал о Савино-Сторожевском монастыре. Так великий русский поэт начал новую, но в итоге неосуществленную поэму. Этот монастырь ему был хорошо знаком. Усадьба его бабушки, в которой он провел свое детство, находилась всего в 13 верстах. И по праздникам семья Пушкиных посещала Савино-Сторожевскую обитель. Здесь земное будто сливается с небесным. Сам преподобный Савва сравнивал эти места с раем. Живописный вид, вершина горы Сторожевское место для нового монастыря выбирал князь Юрий Звенигородский. И в кратчайшие сроки здесь появилась первая деревянная постройка – храм Рождества Пресвятой Богородицы. 1395 год. Молодой князь Юрий Звенигородский и Галицкий, сын Дмитрия Донского, возвращается из похода в Волжскую Булгарию. Начинается самый яркий период в истории подмосковного Звенигорода. Здесь появляются лучшие московские зодчие, мастера, иконописцы. Князь возводит новую обитель. События 14 века вроде бы такие далекие, но здесь, в Савино-Сторожевском монастыре, они становятся близкими и понятными. В этом зале мы рассказываем об истории Древнего Звенигорода, о его зарождении в XII-XIV веках, о расцвете города при князе Юрий Звенигородском, который, собственно говоря, является основателем Савина-Сторожевского монастыря вместе с Савой-Сторожевским. Именно ему принадлежит идея появления в городе монастыря, для которого он просит быть первым игуменом ученика преподобного Сергия Саву. Монастырский храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы поставили в камни еще при жизни Савы в 1405 году. Сава-Сторожевский основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Это была такая яркая традиция, существовавшая в то время, связанная с почитанием Куликовской битвы как основного события того времени. Настоятеля и погребли в этом храме. Мощи преподобного Савы были обретены нетленными после почти 250-летнего пребывания в земле. Их поместили на правой стороне в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, где они находятся и сегодня. Обретались они вот в этом месте, под иконой, и обретал их Алексей Михайлович, царь, 1 февраля 1652 года. Потом они были возложены на это место. После революции святыню вскрыли и осквернили. Потом увезли на Лубянку. Долгое время считалось, что святые мощи звенегородского чудотворца утрачены. И лишь в конце 20-го столетия стало известно, что честная глава преподобного более 50 лет тайно находилась дома у сотрудника Государственного исторического музея. До 1985 года они хранились в семье Михаила Михайловича Успенского в Москве. А до этого они хранились на городке, на даче Михаила Михайловича Успенского. Трясающе! То есть они достаточно долго хранились? Ну да. Несколько десятков лет? Михаил Михайлович был благочестивым человеком, работал в Государственном музее, но нравом был такого. Благодаря Михаилу Успенскому и его супруге Софье у нас сейчас есть возможность молиться у честных мощей преподобного Савы Сторожевского. В 1985 году святыню передали в московский Свято-Данилов монастырь. А на 600-летие Савино-Сторожевского монастыря в 1998 году их торжественно перенесли в родную обитель. Святые мощи его находили здесь после открытия Свято-Данилово монастыря. И сегодня крестным ходом будут перенесены в основанную им обитель в Звенигороде. Это был грандиозный крестный ход из Москвы в Звенигород с несколькими остановками, которые на протяжении всего пути встречали сотни верующих, ожидающих встречи со святыней. Едва ли не весь город вышел навстречу святых мощей преподобного Савы Сторожевского. В святых вратах монастыря мощи преподобного Савы встретил святейший патриарх московский и всеарусин Алексий II. Преподобный отец наш Сава, моли Бога. Савы Сведений о жизни преподобного Савы очень мало. Неизвестно, из какого он был сословия, откуда пришел к своему учителю Сергию Радонежскому. Но известно, что он был одним из первых его учеников, и от него принял постриг. И на Касаву так уважали за глубокую духовную прозорливость, что доверили ему стать духовником всего братства и даже исполнять обязанности игумена Троицы Сергиевом монастыря. Сава являлся и духовником вдовы князя Дмитрия Донского Евдокии, матери Юрия Звенигородского. Последние три года он был в затворе в пещере на скиту, который так называется скит преподобного Савы Сторожевского. Господин ископал пещеру, и в которой он последние три года своей жизни молился в трудах, посте, молитвах. Согласно преданию, преподобный Сава стремился к уединению. И в версте от монастыря выкопал себе пещеру. Она сохранилась до наших дней. Над местом лесного уединения преподобного Савы в XIX веке появился скит и храм. В начале здесь было решение построить часовню над пещерой. Эта идея принадлежала занегородскому купцу Павлу Григорьевичу Цурикову, известному меценату монастырскому и вообще занегородскому, который решил в этой часовне поручить монахам чтение псалтирия неусыпаемой. Но потом было принято решение о замене часовни церковью преподобного Сава Сторожевского. И в 1862 году эта церковь была освящена митрополитом московским и коломенским филаретом Дроздовым, после чего здесь было образовано так называемое общежительное отделение монастыря, в котором монахи жили более строгой жизнью и жили в затворе. Паломников в этих местах всегда было много. Например, княжна Елена Сергеевна Горчакова в очерке 1886 года писала, что внутри пещеры лежали два больших диких камня, и был помещен образ преподобного Савы, перед которым служились молебны. Во всех храмах бывшего Зенегородского уезда обязательно имелись иконы в честь преподобного. Конечно, не все эти храмы сохранились, не все иконы сохранились, но, тем не менее, это именно такой Зенегородский чудотворец, который также почитался и на всей Руси. И о чудесах Савы Строжевского знали на всей Руси. Вот одно из них. Царь Алексей Михайлович был страстным охотником. Однажды в Зенегородских лесах отбился от спутников, и вдруг на него вышел огромный медведь. И неизвестно, чем закончилась бы эта встреча, если бы на помощь ему не пришел неизвестный инок. При виде его зверь ушел. Когда же Алексей Михайлович спросил его имя, тот ответил – Сава. Когда царь вернулся в обитель, то не обнаружил никого с именем Сава, а, взглянув на икону, обнаружил сходство с тем человеком, который спас его от медведя. Ну, человек, который нам об этом рассказал, историк обители Смирнов Константин, изложил это в своей книге 46-го года 19-го века, он настаивал на том, что это событие произошло в декабре 51-го года, то есть незадолго до обретения мощей преподобного Сава. Еще одно чудо случилось в 1812 году. Принц Эжен Богорне, пасанных Наполеона, с отрядом подошел к Звенигороду. Его солдаты принялись разорять обитель. Сам Богорне разместился в комнатах монастыря. Когда он уснул, увидел странный сон. Вдруг перед ним явился монах. Старец приказал остановить грабеж и пообещал, что Богорне останется за это живым. Француз проснулся в полном изумлении. Он пошел в храм, где увидел икону с ликом преподобного Савы Сторожевского и признал в нем того старца. Эжен Богорне не тронул монастырь и действительно стал едва ли не единственным из французских генералов, оставшимся в живых. И сегодня у гроба с открытыми мощами нередко происходят чудеса, в которые трудно поверить. И у каждого просящего есть своя история. Впрочем, чудесно здесь все. И уцелевшие до нашего времени с 15 века Звенигородские храмы и знаменитые на весь мир святые образы кисти Андрея Рублева. И эти величественные стены и живописные леса – все дышит нашей историей. Это место, где на протяжении веков молились наши предки и сам Звенигородский чудотворец. Преподобный отче Сава, моли Бога о нас. Анжелика Кореккина, Сергей Каменский, Андрей Андреевских, Александр Галицкий. Телеканал «Спас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова